всем огромный привет мы с вами начинаем новый влог я вас рада приветствовать у себя на канале сегодня светит солнышко замечательная погода и я пользуюсь случаем сел и снимать лог пока есть естественное освещение и свое видео я хочу начать со слов благодарности вам я хочу сказать огромное спасибо от всей души от всего сердца каждому из вас кто вчера поздравил кто вчера не забыл кто вчера написал мне поздравления вот такие вот просто письма огромнейшие с пожеланиями их очень много я даже еще не успела прочитать все поздравления от вас и было много и в телеграм-канале писали в личные сообщения поэтому я хочу искренне сказать всем огромное спасибо что вы не забыли что вы уделили время на меня в этот день и вспомнили про мой день рождения и поздравили меня мне безумно приятно такое огромное количество поздравлений я уже очень давно не получала и честно признать я даже не знаю с чем это связано но именно в этом году может быть это связано с тем что такая круглая дата но в этом году поздравили люди которые очень давно можно сказать не появлялись моей жизни и в прошлом году допустим там да не поздравляли но в этом году поздравили очень очень многие от которых я вообще даже не ожидала это безумно приятно поэтому всем огромное спасибо за ваши теплые искренние пожелания поздравления я вас всех очень люблю и я безумно рада что вы у меня есть и хоть мы с вами и лично не знакомы но я знаю что по ту сторону экрана со мной только те кто знает меня хоть какое-то уже время смотрит меня достаточно давно и вам приятно смотреть следить что-то узнавать от меня и вот это наш с вами обмен информации вы мне и вам мне очень и очень дорог и каждый раз когда я задумываюсь о том чтобы закрыть канал или перестать снимать и вы мне начинаете писать ни в коем случае не закрывай свой канал не переставай снимать снимай хоть что-то но приходя на твой канал я получаю какую-то информацию полезную и я расслабляюсь я переключаюсь многие пишут что вот мой канал это некий такой островок спокойствия где можно отдохнуть перевести свои мысли с реальной жизни да просто как-то отвлечься и вы не представляете насколько это приятно осознавать что просто мои видео где я с вами чем-то делюсь показываю какую-то часть своей жизни для вас это такая некая от рада от души на где вы можете перевести дух или отдохнуть или просто провести время и параллельно делая там свои дела что-то послушать от меня или посмотреть это огромнейшая ценность получать от вас такие комментарии такие отзывы и такой обратной связи в общем я не буду долго задерживаться на таком вступлении я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем вам в общем и за ваше поздравление вообще в целом за то что вы у меня есть мы с вами такая огромная семья я хочу сейчас вам рассказать про тейпирование потому что в прошлом блоге когда я рассказывала свою историю и про ботокс и про все остальное очень многие после этого видео у меня спросили по поводу тейпирования как я это делаю для чего помогать не помогать я решила просто в этом видео сразу ответить на несколько вопросов и не отвечать в текстовом режиме а я решила что все-таки лучше это показать наглядно и объяснить но я сразу хочу заранее оговориться что я никакой не коуч я такой же любитель и такой же человек который просто заинтересован в этой теме где-то что-то услышал где-то что-то почитала где-то посмотрела видео то есть я не изучала глубоко этот процесс про тейпирование то есть я посмотрела несколько роликов на эту тему я выбрала аппликации которые мне подходят я ни в коем случае никого не хочу сейчас учить я этим не занимаюсь потому что в той сфере деятельности который я не знаю и я но никого не учу я лишь только покажу свой опыт потому что девочки просили рассказать я поделюсь своим опытом если вдруг вы в этой теме очень хорошо разбираетесь и знаете и если вдруг вы сейчас увидите какие-то ошибки в моих действиях или в моих словах может быть я что-то неправильно скажу поправьте меня и объяснить почему не так и как нужно делать правильно ну то есть потому что критика в таком ключе как ты делаешь неправильно зачем ты учишь людей это не очень хорошо то есть если у вас есть что сказать объясните и по факту расскажите как действительно тогда нужно сделать и почему вот так а не иначе это будет действительно хорошая такая критика чтобы я исправилась и другие могли узнать Но я покажу сейчас то, как я это делаю И покажу, как я делаю эту аппликацию Мне было, конечно, очень приятно читать, когда кто-то из вас написал, что у меня не видно межбровки Что вы от неё избавились и каким образом поделитесь Но я должна вас разочаровать, что от межбровки я не избавилась на 100% Для того, чтобы стереть её со своего лица полностью, как к ластикам Мне нужно впахивать каждый день и работать реально каждый день Это огромная работа над собой И я, честно сказать, ленюсь Я знаю, какие могут быть результаты Я знаю, как я могу выглядеть Я могу выглядеть лучше, чем сейчас Но я просто ленюсь И от этой лени я сама страдаю И я сама себе всегда задаю вопрос Катя, что тебе мешает? Встать, потратить 15-20 минут на базовые упражнения Сделать просто этот комплекс И всё Но вот бывает так, что я когда-то забываю Когда-то мне лень Иногда придумываю разные себе отговорки, лишь бы не делать Хотя ничего сложного нет Я проходила, наверное, уже, получается, три года Уже, наверное, третий год будет, да, этим летом Три года назад я проходила платный марафон Вместе с сестрой У Миланет Вы можете найти её на Ютубе Можете найти её в запрещенной сети Я никогда не скрывала этого Я всегда об этом говорила спокойно И мы делали базовые упражнения каждый день В течение трёх недель И я, когда увидела результаты Я, кстати, вам буду прикладывать фотографии Как выглядел мой лоб После прохождения этого марафона Но я по своей дурости, увидев Отличный результат Потом это всё дело забросило У меня это всё сошло на нет Я перестала на собой работать И всё вернулось обратно На круги своя Поэтому тут надо понимать Что нужно над этим работать регулярно, постоянно Тогда будет результат Если сделать разово и что-то там ждать Какого-то результата Так не работает Тем более с возрастом Тут уже действительно нужно работать каждый день Конечно, я не смогу вам показать Весь этот комплекс По которому я работала По которому я до сих пор делаю упражнения Потому что я считаю, что это будет неправильно Это, конечно же, авторские права Это всё-таки был платный курс Курс-марафон, как хотите называйте Вы можете сами пройти этот курс Можете получить эти знания Пользоваться потом этими знаниями Всю свою оставшуюся жизнь И в любое время дня и ночи Все эти знания с вами Просто там, опять же, очень много нюансов Которые нужно слушать, учитывать Понимать, слышать и видеть Как какое-то одно или другое упражнение выполняется В общем, нюансов много Как и в любой виде деятельности Что ни коснись Даже самая лёгкая физкультура или зарядка Всё равно требует внимания и понимания Как делать и что делать Вот, поэтому Тут как бы ваше желание захотите Можете сами пройти И получить эти знания Просто чтобы вы не обижались в дальнейшем Почему я об этом говорю Ни с чем с вами не делюсь Опять же, я на своём примере всё это прошло Я увидела эти результаты И я понимаю, что это действительно работает Если не лениться Если включить эту работу над собой В ежедневный ритуал Это будет очень хороший результат Поверьте мне Так, давайте с болтологией будем заканчивать Потому что я очень люблю поболтать А солнышко садится Я сейчас вам не успею показать аппликации Так, по поводу тейпов Я их покупала год-два, наверное, назад Уже на Валберес У меня в коробочке были два рулончика Один я тогда дала сестре Потому что мне показалось его очень много Я его не использую А второй вот у меня Ну, тут уже, наверное, половина использована Для чего нам нужны тейпы? Для того, чтобы зафиксировать мышцы Чтобы не давать работать нашей мимике И для того, чтобы мышцы расслаблять Вообще, очень, конечно, хорошо Если вы будете следить за своей мимикой И контролировать ее Но на своем примере скажу Это очень сложно И не так легко, как кажется Так, я делаю аппликацию Из либо двух, либо трех полосок В общем, я вот такие вот беру себе Отрезаю две полосочки Иногда я еще добавляю сверху Ну, либо прямоугольник, либо квадрат Что-то получится отрезать или нет И наклеиваю Смотрите, я сейчас буду показывать Опять же, да Только ту аппликацию Которой я пользуюсь И которая мне нравится Конкретно для межбровки Если у вас там, допустим Вот такие вот продольные морщины Вдоль лба Это будет другая совершенно аппликация Чтобы потом не путали Что нам нужно? Мы берем наш тейп Прикладываем Самая высшая точка брови И вот до Либо до переносицы Либо вот до этой точки брови Следующий Отмеряем просто размер Да, какой нам нужен И, ну, примерно Отрезаем Вот она у нас получается Полоска И потом я ее разрезаю на две части То есть я приложила Померила Может быть, чуть длиннее Как бы это уже небольшую роль играет Либо чуть короче Главное просто вот Чтобы, как бы, да Основа была По длине Вот этого пространства Дальше Что мы делаем? Еще раз повторюсь Что нам нужен Чистый лоб Чтобы здесь не было Ни крема Никаких сывороток Ничего То есть вы умылись Просушили лицо И все И потом наносите тейпы Желательно, конечно Перед тейпированием Немножко проработать Эту зону Промассировать Я иногда делаю Вот такие вот упражнения То есть я просто сжимаю Вот здесь Собираю складочку И прохожусь Иногда могу брови Также промять То есть немножко Разогреть эту область Расслабить Вот так поводить В этой области То есть любой Массаж На межбровную морщинку Лучше проделать То есть вы разогреваете Немножко расслабляете Эту зону Чтобы мышцы Чуть-чуть отпустили Да И Потом уже Наклеивать тейпы Так Проработали Мы берем С одного края Отрезаем Как говорят Якорек Не отрезаем А отрываем Снимаем вот эту вот Защитную пленку Бумажку Просто у Небольшого кусочка С краю Вообще тейп Видите Он тянется Все Полностью Сразу Вот эту вот пленку Не убирайте Мы убираем только Вот здесь вот Якорек Приклеиваем Я сейчас опять же Показываю Как я это делаю Какой метод Мне больше нравится Потому что я видела Два метода Как наклеивать Этот якорь Да Этот край Мы приклеиваем На Вот эту Камеру Очень сложно Делать На эту точку Наивысшую Возле брови Все Приклеили Дальше мы Снимаем Остальное Остальную бумажку Тейп Мы Никаким образом Не Натягиваем Не тянем И так далее Я беру Бровь Как бы удерживаю И немножко Вверх ее Подтягиваю То есть Сделаю Натяжение Брови При этом Потом Укладываю Ровненько Без натяжения Сам Тейп Тейп я Не тяну Я тяну Только Вот сюда В эту сторону Висков Свою мышцу И Такими Приглаживающими Движениями Разогреваем Как бы Тейп Потому что Там все-таки Клейкая Сторона И чтобы Клей хорошо Зафиксировался Мы его Разогреваем Все Уложили Берем Второй Тейп Опять же Отрываем Якорек Прикладываем К высшей Точке Брови Отлепливаем Теперь Тейп Он просто Легко Лежит Мы его Никуда не тянем Опять же Я беру Бровь Да Вот над бровью Точнее И вверх Как бы Натягиваю Видите Делаю натяжение Но при этом Тейп Я не тяну Я его просто Укладываю Спокойно Внахлёст Этой Первой Нашей полоски Опять же Растираем Все Что мы сейчас сделали Мы зафиксировали Наши мышцы Чтобы брови Не хмурить Чтобы Даже если захочется Чуть-чуть Их как бы Сдвинуть У вас будет Вот здесь Вот натяжение Таким образом Вам просто Тейпы Не дают Работать Мимикой Вашей То есть Они Держат Держат мышцы И не дают Работать Я очень люблю Наносить тейпы Именно на ночь Потому что Я сама за собой Очень хорошо Уже Отследила И Именно После ночи Особенно Когда я сплю На одном Или на другом Боку Я потом Очень вижу Сильный Залом То есть Как-то Время сна Съезжает Кожа Или что Как это Получается И у меня Потом После ночи Очень видно Прямо Этот залом Поэтому Если на ночь Я делаю Тейпирование То Снимая Потом Тейп Я вижу Что здесь Здесь уже Все ровно Все ровненько И ничего Нет И Иногда Как я и сказала Я иногда Еще Для фиксации Более сильной Дополнительно Наношу Еще Вот Такой Небольшой Квадратик Прямоугольник Как у вас Получится Его Отрезать Но это Так Чисто Как говорится Для своего Успокоения Можно это Не делать Я иногда И вот так Оставляю Тут я Просто Отклеиваю Сразу Нижнюю Часть Чуть Чуть Вверх Подтягиваю Лоб Чтобы Вот здесь Вот Распрямите Туда Свою Складочку И просто Так же Еще Сверху Чуть Просто выше Фиксирую Этот Тейп Разогреваем И вот тут Уже Мне точно Не даст Собрать Мои бровки То есть Лоб Уже Вы чувствуете Такой знаете Более натянутый Обязательно Кстати Протестируйте Заранее Потому что Я знаю Что у некоторых Бывает аллергия На клей Я не знаю С чем это связано Либо это От реакции кожи Либо это От клея Какой использует Производитель Но вот на эти У меня Нету никакой реакции И нормально Главное Просто Лучше Посмотрите Еще Какие-то Дополнительные Ролики Наоборот Чтобы не Сделать Заломов Вот А вторая Аппликация Это когда Наоборот С середины С этой точки Накладывают В сторону Висков Тейп Я попробовала Так тоже Сделать Аппликацию Но мне сейчас Сказать Этот вариант Не очень Понравился Такой селушко Потом Утром Вы встаете Допустим Или там Если вам Днем надо Походить И просто Не спеша Аккуратненько Снимаете Тейп Все Он на один раз Как бы уже Естественно Вторым разом Им не воспользуешься Но зато Вот во время сна Я говорю Это очень Крут Помогает Что у вас Остается Неподвижный Лоб И когда Утро Вы просыпаетесь Здесь у вас Уже Все гладенько Аккуратненько И красивенько Я к сожалению Тоже Тейпами пользуюсь Не на постоянной основе Также иногда Забываю про них Но если делать их Курсом Допустим В течение Двух недель Хотя бы через день Я думаю Что будет результат Очень заметный Вот Ну и конечно Не забывайте Про общий комплекс Всего Тела И организма В целом Вот Потому что Это конечно Работа Не только Конкретно С какой-то областью С какой-то морщинкой Это вот Надо прям В комплексе полностью Делать еще И другие тоже Действия Я надеюсь Что я ответила На вопрос По поводу Тейпирования Опять же Если у кого-то Есть замечания Но с поправкой И объяснением Напишите Что я сделала Не так Как правильно Если Вам это была Информация Полезна То конечно Буду рада Если я вам Хоть чем-то Как-то помогла Ну не знаю Большая ли это помощь Но тем не менее Вопросы были И я стараюсь На них отвечать Вот И не упускать Ваших вопросов И давать вам Тоже обратную Связь Пока не забыла Еще в дополнение Я постараюсь Найти ссылку На свои Тейпы Которые я заказывала Тогда на Валберес Если ссылка Еще рабочая Если есть Этот товар у продавца Я тогда вам Скину ссылку На эти тейпы Но если ссылка Не активна Тогда Тут только По отзывам Наверное Читать И выбирать Себе Тейпы Но если вдруг Вы тоже Пользуетесь Тейпами Если у вас Уже есть Хорошие Тейпы Проверенные И временем И вами Скиньте Пожалуйста Ссылки Я думаю Что И не только Мне Но и другим Тоже будет Эта информация Полезна Потому что У меня Тоже Нет нет Это скоро Закончится Этот ролончик Надо будет Обновить Буду Очень признательна Если вы тоже Поделитесь Ссылками На хорошей Тейпе Мы с вами Продолжаем Влог Это Следующий День Я без Макияжа Еще сейчас Буду собираться Но перед тем Как Все это Снимать Дело Все эту красоту Себя отклеивать Я решила Заснять И показать Вам наглядно Как выглядит Лоб у меня После ночного Тейпирования Я вчера Перед сном Нанесла Аппликацию Сделала Вот Галочку Такую И пока Не сняла Тейп Я решила Вам наглядно Все это Дело Показать Вот Сейчас Сниму Тейпы И буду Уже Наносить Макияж Собираться И В общем Выходить По делам Они у меня Где-то С часов В 11 Вечера И вот Я могу Даже Спокойно После того Как проснулась Еще С ними Походить То есть Если вам Комфортно Если вы Чувствуете Что у вас Ничего Не стягивает Никаких Плохих Ощущений Нет И На клей Тоже Нет Никакой Реакции Я могу И Ходить Скажем До 12 Дня Пока Мне не нужно Будет Куда-то Выйти Спокойненько За край Берем И Отклеиваем Здесь Ничего Сложного Нет Они Очень Хорошо Отходят Просто Не тяните Кожу Если Смотреть То Лоб Ровненький И Вот Этой Моей Межбровки Такой Активной Как она Обычно Бывает После сна И Конечно Тейпы В этом плане Очень Классно Помогают Держать Мимику Сегодня Такое Замечательное Настроение В связи С тем Что вышло Солнце Второй день Она нас Радует Я сегодня Вспомнила Про свой Любимый Moschino Light Clouds Это Аромат Который К сожалению Сняли С производства Руки Боим Оторвать Правда Это Мой Самый Любимейший Аромат И Он На весну Как Никак Подходит Как Это 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 Вот Нужно Понимаете Просто Вот Понюхать Самой Это Самый Мне кажется Женственный Аромат Который Который У меня Был В колецах Я не могу Говорить Который Есть На свете Нет Понятно Что Много Ароматов Для Для Каждого Наверное Женственный Аромат Будет По своему Женственный Но Вот Это Это Конечно Для Меня Полностью Олицетворение Женственности Нежности Заботы Ласки Какой-то Легкости Невесомости Счастья Любви Окрыленности Весны Солнца И всего Всего Что Можно Перечислить Я Обожаю Я Просто Его Берегу Реально Как Самое Самое Мое Драгоценное Хотя Я понимаю Что Ароматы Лучше Долго Не беречь И не Держать Потому что Все-таки Срок у них Есть И они Потом Начинают Уже Горчить И Как-то Ну Не так Уже Раскрываются Как они Изначально Раскрывались Но Вот Я еще раз К вам Обращусь Если Кто-нибудь Знает Прям Вот Очень Похожий Аналог Этого Аромата Напишите Мне Пожалуйста Только Не Пишите Кстати Мне Сайты На которых Продается Еще этот Аромат Там RF Точка RF Духи Или Что-то Там Еще Очень Много Мне В прошлый раз Тоже Писали Что Есть Эти Духи Еще На Каких-то Сайтах Цена Там У них Заоблачная И Мне кажется Если Маскина Перестал Выпускать Этот Аромат Как Может Быть На Других Сайтах Оригинал Поделка Понятно Она Будет Звучать По-другому Но Если Что-то Похожее Что-то Приближенное К этому Аромату Есть На Примете Напишите Пожалуйста Я Очень Сожалею И Мне Очень Горько И Жалко Что Действительно Такой Прекраснейший Аромат Сняли С Производства Это Очень Обидно И Непонятно По Каким Причинам Потому Что Я Даже Парфюмерных Блогеров Слушала И Многие Говорят Что Не Нашли Еще Пока Аналог И Замену Этому Парфюму Это Самый Прям Обожаемый Мой На весну На лето Он Не Навязчив Он Легкий Он Вообще Такой Вот Прям Сама Безмятежность Так Я Пока Собираюсь Тут Пока С вами Сижу Мне Сейчас Надо Матвея Отвести И Собираться Тоже Потом По делам Так У меня Кстати Очень многие Спрашивают Какие у меня Часы У меня Apple Watch Мне Супруг Дарил Тогда На годовщину Свадьбы На наш Десятилетие И Если Спрашивают Многие А также Интересуются А стоит ли Покупать Apple Watch И тратиться На них Что в них Такого Есть Что нет В других Фитнес Браслетах И часах Вот Скажу За себя Честно Если бы Не было Этого Подарка Я бы Наверное Себе Не стала Покупать Apple Watch Потому что У меня Был до этого Браслет Фитнес Браслет Уж не помню Какой Фирмы Вот Я с ним Ходила И была Довольна Здесь Как и на Любых Других Браслетах Приходят Оповещения Любые Сообщения Там Все что К вам На телефон Поступает Сюда Также На экран Выводится То есть Я могу Сообщения Смотреть Сразу С экрана Часов Не заходя В телефон Шаги На звонок Можно также Ответить Хотя Я эту функцию Не люблю Пользоваться На часах В принципе Все что Есть в фитнес Браслетах Есть и в этих Часах И ничего Сверх естественного И чего-то Там Такого Ради чего Стоит покупать Именно Apple Watch Я не знаю Просто у меня Как говорится Есть подарок И я их Ношу Вот Также Периодически Я обычные Часы Достаю Ношу Потому что Тоже соскучилась По обычным Часам А не электронам Вот И колечки Обязательно Тоже с утра Надеваю Кольца Свои У меня тут На моем Таком Очень красивом Подносике Все это лежит На подставочке И по поводу Кольца Кстати Давайте сейчас Сразу Есть там еще Время В этом видео Тоже отвечу По поводу Вот этого колечка Так много Последнее Время У меня вопросов Насчет Этой Печаточки И Эту Печатку Это кольцо Я покупала В сонлайте Сейчас расскажу Такую небольшую Предысторию Я постараюсь Наверное Еще заснять Поближе Более крупный план Потому что Так не очень Будет видно В общем Предыстория Этого колечка Как оно у меня Появилось Я в прошлом году Покупала Своему крестнику Своему племяннику Браслет серебряный На день рождения Он очень хотел Вот И я пошла В сонлайт Выбрала ему Плетение Которое ему понравилось Которое он тоже хотел И тогда На тот период Как раз получилось так Что была акция В магазине Покупаешь Один Какой-то Одно изделие Один товар И второй в подарок И Получается Я все равно Пришла покупать Ему этот браслет А раз уж Есть такая акция Думаю Почему бы не воспользоваться И там Ну как всегда В этой акции работает Самый дорогой Самый дорогой Получается Да Продукт вы оплачиваете И второй идет Более дешевый Который в подарок Я долго смотрела И думала сначала Что взять Кольцо Серьги Кулон Браслет И в общем Я сначала Одно посмотрела Второе Там еще другое колечко Был который мне кстати Тоже понравилось Возможно я его даже Приобрету в скором времени Потому что Тоже очень такой Интересный дизайн Вот Но на тот период Я именно остановилась Вот на этом колечке Никогда кстати Почему-то не задумывалась Пока вы мне Не стали писать о том Что оно выглядит Как печатка Ну действительно да Как печатка Она так и выглядит Вот Колечко удобное Спрашивали так же Удобно носить или нет Удобное Оно не занимает Место на руке То есть оно не такое Объемное может быть Как кажется Видите оно плоское Я его ношу С большим удовольствием Практически не снимая Я его сейчас стала Достаточно часто носить До этого я его Как-то редко носила Но Не всем кстати Оно понравилось Вначале у меня даже Сетра когда я показала Колечко Она сказала Какое-то детское Что-то вообще Какой-то непонятный выбор Почему-то такое сделал Вот Но мне очень Она понравилась Безумно И я сейчас еще Посмотрела на сайте Есть там целая коллекция К этому колечку Можно подобрать И браслет И серьги И кулон Так что вот Это колечко Sunlight Мне оно безумно нравится Очень красиво Очень изящно И очень-очень Женственное Красиво смотрится Оригинально Я кстати Очень редко Такие вижу Где-то Вот знаете Чтобы Как говорится Не масс-маркет Не такое Как у всех А такое Очень-очень Изящное И Индивидуальное Прямо сказать В общем Не знаю На вкус и цвет Конечно Хломастеры у всех разные Но мне безумно нравится Я очень-очень довольна Своей покупкой Оно кстати легкое Не очень тяжелое По весу Поэтому нет Девочки Я от него не устаю Оно никак мне не мешает Это что касается По поводу Вот колечко Спрашивали Сразу вспомнила Решила ответить В этом видео Я думаю Что если Зайти на сайт Sunlight Или в магазин Может быть Там оно еще есть Посмотрите Но мне оно Безумно-безумно нравится Скорее всего Я что-то еще в комплект К этому колечку докуплю Вот Ладно Я побежала Отводить матюшку Время уже поджимает Потом мне еще надо Сбегать по делам Зайти в магазин В общем Сегодня день такой В разбеге В разъездах Вот Мы еще с вами Встретимся Я кстати С вами еще хочу Поболтать На душетрепещущую тему Которых многих Триггерит Это по поводу рекламы И всего остального Но это мы с вами Обсудим чуть позже Все Вам хорошего денечка Не прощаемся Я уже вернулась домой Я успела все Сделать дела Еще было время Даже немножко прогулялась У нас вообще Шикарная погода Конечно Несколько дней Балует солнышко И знаете Солнце прям такое Весеннее Уже пригревает И с улицей Совсем не хочется уходить Вот гуляла бы и гуляла Также у меня осталось Время Я еще успела Забежать Фикс прайс В общем Все что вы здесь видите Это все покупки Оттуда Сейчас я вам буду Рассказывать Что купила Давайте я начну Наверное С самого такого Не особо интересного Это с бытовых Каких-то товаров Всегда беру Вот такие сменные блоки Для ролика Это липкая лента Так как собака Шерсть пока Дома есть И без этих роликов Реально вообще Никуда И одежду почистить И где-то мебель почистить Раньше всегда Эти сменные ролики Брала в Икеа Там они большие По объему Но сейчас Невыгодно Конечно Уже через посредников Покупать Поэтому беру фикси Здесь конечно Они такие Маленькие совсем Но что делать Я думаю Те у кого есть животные Со мной согласятся Что без них Вообще никуда Также в фикс прайсе Если вижу То покупаю Вот такие жвачки Кстати очень вкусные Именно два вкуса Мятное мороженое С шоколадом И сладкие ягоды Еще также арбузовый Кстати вкус тоже Очень приятный Мы уже давно Перешли на эти жвачки Орбит Дирол Я уже сто лет Вообще не покупала А вот эти классные Их надолго хватает Сам вкус Тоже долго держится И приятная цена Фикси Кстати они по-моему Самые наверное Дешевые По сравнению С другими Продуктовыми Магазинами Также купила Снова В фикс прайсе Клеевой пистолет У меня был до этого Клеевой пистолет Из фикса Который прослужил Мне наверное Года три точно Хотя многие писали Что он там Разваливается На пятый день У кого-то он взрывался В руках На то время И много было Таких очень Негативных отзывов Насчет клеевого пистолета Но вот мой прослужил Лично из фикса Три года Наверное точно И я им была Полностью довольна Также покупала К нему запасные стержни Вот Но в этом году Все Он уже полностью Окончательно у меня Развалился Своё отслужил И мне нужен был Клеевой пистолет Я решила снова Повторить его в фиксе Ну посмотрим Как в этот раз Будет качество Мне кажется Даже он стал Немножко больше У меня был Прошлый пистолет Чуть-чуть Поменьше По размеру И взяла Сразу к нему Вот такие вот стержни Потому что Посмотрела на этом пистолете Стержни Большего диаметра Чем у меня У меня есть еще стержни Но они Тоненькие Я просто побоялась Что в тот пистолет Они будут Ну не подходить В общем сразу взяла Также Заказала Также Купила себе Набор ниток Потому что Дома нет Нет Да что-нибудь надо Подшить Зашить У меня белые Черные нитки Вообще там осталось Прям совсем мало И увидела Сразу взяла набор Ниток никогда не бывает Много Поэтому если вдруг Где-то что-то Надо будет подшить Классический Черно-белый цвет Всегда Конечно Расходится быстрее Ну и взяла Тоже уже за компанию Такие цветные Мало ли Тоже где-то Что-то надо будет Подшить В общем Обычные Хлопковые Нитки Также взяла Вот Я давненько Очень уже Засматриваюсь На эту аромалампу Ходила вокруг нее До около Не знала Нужна она мне Или нет А так как Сейчас буду заниматься Свечами И хочу делать Мелцы То естественно Мне нужно Литосирование Будет тоже Аромалампу Иметь дома У меня есть дома Но она такая Прям совсем Крошечная И маленькая Мне кажется Просто ее не хватит По объему Поэтому Взяла Фикси Эту аромалампу Единственное Надо конечно Выбирать Такую Которую Будет Хорошая По качеству Более-менее Потому что Смотрела несколько И вот это вот Окошко Сделано Не очень ровно Не очень красиво Плюс Внизу Надо тоже Смотреть Чтобы была Ровная поверхность Ну Как говорится В фикс прайсе Можно найти Хорошие Достойные товары Только надо Найти Хорошего качества Вот Поэтому Можно брать Буду ее тестировать Для своих Потом работ Что еще Я взяла Появились Вот такие Вот Наборы Декораций Цветы Это деревянные Вот такие Вот небольшие Как брелочки Даже я не знаю Как это назвать Здесь в каждой Деревянной Вот такой вот Фигурке Есть отверстие То есть Которые можно Подвешивать И они все разные Вот Разные два набора Я взяла Пусть будут Мало ли Куда-то подвесить Как брелок Или просто Как в дополнение Ну Я думаю Что я найду Им применение Просто такие штучки Иногда Очень пригождаются Для Какого-то Такого Приятного Бонуса Можно даже Заказом Вешать Или класть Так Я еще Взяла Вот такие Две Лопатки Тоже Какая-то Новая коллекция Мне кажется Потому что Она вся такая Розово-желтая Разноцветная Там еще разные Другие столовые Такие же Приборы Есть в этом Цвете Я взяла Лопатку Кулинарную 21,5 Сантиметр Мне опять же Нужно будет Для свечей Это все В процессе Я посмотрю Может быть Какую-то из них Я оставлю себе В быту А эта Лопатка Тоже кулинарная 22,5 Сантиметра То есть Она чуть поменьше Видите Она сделана Как-то Немножко иначе Я вот такую Лопатку Сейчас Первый раз Вижу В общем Посмотрю Может быть Что-то Оставлю Здесь на кухне Буду пользоваться Вот эта Вообще Конечно Классная Вот А вот эту Буду Воск Мешать Ну в общем Посмотрю Но лопатка Интересная Единственное Что мне не нравится Что вот все время В фикс прайсе Какие-то цвета Такие знаете Очень яркие Вот нет Чтобы сделать Какую-то Коллекцию Ну классических Оттенков Там серые Черные Белые А это какая-то Розовая Желтая Ну то есть Не в каждый интерьер Можно такие Вещи Как-то Уместить Ну ладно Так Вот такие Вот посмотрела Появились Наборы Мерных Ложек Это Пластиковые Наборы Точнее Пластиковые Ложечки Здесь две Штучки В наборе На 5 Миллилитров И 15 Миллилитров Опять же Может где-то В кухне Пригодится Специи Пересыпать Что-то Добавлять Либо Также я могу В свое Дело Взять Какие-то Красители Насыпать Вот такие Вот ложечки Смотрите А здесь На картинке Они белые А вот В фикс-прайсе белых Не было Были какие-то Тоже еще Другого цвета Яркие Кстати Вот я одну Только увидела В сером цвете Остальные Были прям Какие-то Очень-очень Яркие И такие Прям знаете Очень Ну Действительно Не на каждую Кухню Подходящую Так Еще Смотрите Появились Вот такие Вот Силиконовые Формы Для Кексиков Вообще Для выпечки Мне показалось Очень интересные Смотрите Как они Выглядят Но естественно Я Эти Формы Себе Взяла Для дальнейших Своих Работ Посмотрим Что из этого Выйдет Но мне понравилась Идея Очень интересные Кексики Еще Вот такие Вот взяла Тоже Разные Тут видите В наборе И розочка И коктюльпанчик Сделан То ли Весенняя Уже Коллекция Не знаю В общем Вдруг Кто-то Себе Может присмотрит Для выпечки Для каких-нибудь Кексиков Кстати Есть Силиконовые Формы Из фикса Я очень Ими довольна Мне все Нравится Еще Вот такая Вот форма Для вафи Вот кстати Эта форма Очень уже Такая Плотная Из плотного Силикона Потому что Вот это Она прям Ну совсем Такая Мягкая Ну еще раз Повторюсь Те формы Которые у меня Есть из фикса Тоже мягкие Сердечки Я кстати Показывала Во влогах Не один раз Я в них Шарлотку пеку Мне нравится То есть Они для выпечки Идеально подходят И форму держат Вот такую взяла Конечно же Тоже вообще-то Для своих Свечей Так как я хочу Заниматься Десертными свечами Но посмотрим Пойдет Не пойдет В любом случае Вам покажу Вдруг вы Что-нибудь Для себя Отметите Полезное Может быть Вот такие вот Будете запекать Вафельки Ну это для тех Опять же У кого нету Вафельницы Можно использовать Так И давайте я Расчищу тут место Потому что Я еще взяла Тарелки Появилось Много посуды В фикс прайсе А я очень уже Давно хотела Заменить Свои тарелки И взять Именно Просто чисто Белые Вот сейчас Как раз Увидела В фиксе Есть И именно Большое Пока количество Тарелок Такие Которые мы Используем На постоянной основе Да Ежедневно Вот такого Диаметра Небольшого Это тарелка 21 сантиметр Это вот Такая знаете Тарелочка На каждый день Положить себе Покушать Я взяла 6 штучек Вот И еще взяла Вот такие Вот Глубокие Не знаю Одна ли это Коллекция Или нет Но вроде Похожи По крайней мере Бортики Чем-то похожи Вот Это Тарелка Глубокая 22 с половиной Сантиметра Ну Не знаю Конечно В таких тарелках Суп не очень Мне удобно Допустим Наливать А вот Пасту Допустим Ложить Можно В общем Взяла Вот таких Вот 6 штучек И вот таких 6 штучек Тарелочки Легенькие Вроде Даже Несмотря на то Что они чисто белые Да Без какого-либо Узора Или орнамента Вот эти вот Бортики Очень хорошо Дополняют И как-то Делают Такую тарелочку Интересной Вот Еще бы Хотела Конечно Более Большого Диаметра Взять Тарелки Тоже вот Такие вот Плоские Но только Прям совсем Большие Но не было Там прям Были совсем Огромные Блюда Но это Не на Каждый Тарелки Шесть Допустим Допустим Чтобы И на Семью Хватало И чтобы Еще В запасе Были Тарелочки Так что Вот Сейчас Буду Тарелочки Мыть Сразу Их Поставлю В шкаф Заменю Старые Уберу Вот И В общем Буду Раскладывать Все Свои Покупки Вот Такой Обзор Небольшой Надеюсь Была Для вас Полезна